Расскажите о фестивале, о библиотеке и представьте наших гостей. Дорогие друзья, я думаю, что всем было бы интересно познакомиться с участниками нашего концерта. Два слова «библиотеки». Библиотека – это экспериментальная творческая площадка, фактически новый центр культуры, который возник в Царицыно. Библиотека имеет название, или имеет номер, но не имеет названия, но наше подпольное имя, как я уже сказала, «Каспийская гавань». Просите, почему, и я вам отвечу. Дело в том, что библиотека находится на улице Каспийской, дом 20, корпус 1. Приходите. У нас очень интересно. Наша заведующая, Мартыненко Наталья Николаевна, открыта ко всем предложениям. И я думаю, что те, которые уже были в нашей библиотеке, могут подтвердить, что у нас от международных рождественских образовательных чтений, которые были вот месяц назад, здесь проходили с большим шумом, действительно с большой, очень интересной ответной реакцией, потому что приезжали люди буквально со всей страны и даже за рубежа. Вот до небольших концертов, где люди действительно пытаются освоить сцену и почувствовать сцену. Я думаю, что наши сегодняшние исполнители – это люди, которые нас радуют и будут радовать, потому что, как мне кажется, мы стали друзьями, и нам было бы, наверное, всем интересно узнать о вас. Насколько я понимаю, Лариса, вы поэт, помимо того, что вы музыкант, вы читаете свои стихи сегодня? Да, я сегодня читала свои стихи, тоже первый раз, в общем-то. В премьеру, да? Спасибо. Ну, вообще, я музыкант, пианист, сама играю и обучаю взрослых, всех, кто пожелает, игре на фортепиано. Очень быстро и легко это делаю. И вот Сергей тоже один из таких моих учеников, очень успешных, который еще осваивает и фортепиано. То есть мы можем нашим зрителям и нашим читателям предложить еще и такую радость, радость в достижении инструмента. Да, конечно, все желающие могут тоже записаться в наш центр. Центр – он международный музыкально-образовательный центр «Классика Плюс». Спасибо большое. То есть вы нам оставите все координаты, и могут читатели и желающие наши гости обратиться. Конечно, с удовольствием мы ждем каждого, если есть такая мечта, внешняя, не важно, сколько вам лет, музыкальные способности есть у каждого человека. Мы просто поможем их развить очень быстро и легко. Это не страшно, это, наоборот, очень увлекательно, интересно и полезно. Пробуждаем творчество, пробуждаем радость. Конечно, конечно. Самое главное – это рождаются эмоции, рождаются хорошее настроение, а это влияет на всю нашу жизнь. Это прекрасно. Сим, уже к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь пением, вокалом? Да, добрый день. Хотел бы тоже сказать, что я с Ларисомитами познакомился полтора года назад. И началась новая жизнь. Да, началась буквально, можно сказать, новая жизнь. До этого у меня дома, благодаря моей сестре, дома стоит пианино. И я к нему 30 лет не подходил. И никакого у меня музыкального образования нет. И вдруг какой-то момент случился, и мне захотелось очень сильно учиться играть на фортепиано. И я познакомился с Ларисой Викторовной. И у нас происходят такие замечательные занятия. Как часто вы занимаетесь? Раз в неделю занимаемся. Сначала мы начали заниматься музыкой. Просто изучать музыкальные произведения. Потом, и в это же время, случилось так, что захотелось и заниматься вокалом. То есть все началось с фортепиано, а закончилось с голосом. И вот сейчас у нас сегодня состоялся, можно сказать, дебют. Такой серьезный, профессиональный, можно сказать. Сереж, я вас верила в концерты хуалей на Лагутке. То есть вы пели с ним в паре, а сегодня у вас тоже премьера, сегодня первый сольный концерт. Совершенно верно. Благодаря вашей библиотеке. Прекрасный зал, очень красивый. Спасибо, что зрители пришли. Очень хороший концерт получился. Мне очень понравилась наша программа. Эта программа была составлена совместно. И получила название «Любить Россию». И в цикле «Московские встречи, надеюсь, этот цикл продолжится». Нам тоже всем понравилось. Не знаю, как зрителям, я хочу сказать, потому что я сидела в зале, я вспоминала свое детство. И у меня где-то тут глубоко-глубоко, просто дойдет было. Спасибо большое. Да, действительно, мы старались выбрать такие песни, которые, понимаете, греют душу. Сейчас очень мало таких песен, к сожалению, мы можем услышать. И вот захотелось снова их все собрать и напомнить о том, что самое дорогое в нашем сердце есть. Это наша семья, наш родительский дом, наша великолепная русская природа. Вот это вот все самое святое, что есть в сердце каждого человека. Мы пытались пробудить вот этим пением. Вот. Поделиться своей радостью. Потому что когда я играю, когда Сергей поет, нам это радостно. Мы с удовольствием это делаем. Просто сегодня мы хотели поделиться этой радостью с вами. И вам это удалось. Спасибо вам большое. Спасибо большое.